Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греши. Номер 65. Насчитываем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и комментариями. Ефесянам 1.10 В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом, толкование, и благоволение сие, и соизволение прежде положил, и предопределил в устроении и восстановлении полноты времен. Ибо полнота времен, то есть последние времена, требовали наказания и мщения, так как тогда умножилась человеческая злоба. А явление Сына, напротив, в эти последние времена соделало спасение, что свойственно непостижимой мудрости. Небесное, говорит Он, было отделено от земного, не имело одной главы. Ибо хотя с точки зрения творения Бог один для всех, но что касается нравственного единения, то всего еще не было. Посему Отец прежде положил соединить под единой главой небесное и земное, то есть положить одну главу всем Христа, и ангелам под бестелесной природой, и человекам по плоти. Посему во Христе соединил Отец, то есть завершил то, что созидалось долгое время, закончив и завершив слово правдой. Ефесянам 1.11 «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению, совершающего все, по изволению воли своей». Толкование. Сказав, высший избрал, теперь снова говорит, «Мы сделались наследниками во Христе, то есть через Христа. Но так как наследство есть дело случая, а не добродетели и выбора, то он исправляет это самое говоря, быв предназначены к тому, по определению Божию. Ибо он не предопределил бы, если бы признал недостойными. Но все совершающий Бог, прежде нашего появления на свет, уже видел нас и избрал, и отделил нас для себя. Так что, совершив сам наше избрание деления, он не ошибся. Избрание же для наследия есть дело благости, так, как дается без труда, по божественной благодати, хотя и на достойных простирается». Вот теперь посмотри. Он не ошибся. Как он так пишет-то? Он не ошибся. Я эти слова, когда говорю, сразу, а как так? Прямо написано, он не ошибся. Я говорю, Господи, в молитве, что над денежными делами, не имея денег поставленных, он имеет понятия о деньгах. Поэтому избрание в этом и совершается, чтобы нам не утонуть в этом избрании это. Избрал, когда делал? Прежде бытия мира. Прежде. А сегодня люди этого не понимают. Предназначил к тому. Это Бог избрал. И нужно с этим согласиться, принимать и благодарить. По изволению воли своей, говорит, дабы показать, что не потому, что евреи не уверовали, случайно призваны язычники. Но от вечности то было предопределено. И этот совет Божий и воли его были искренни. Ибо хотя и сказал Христос, на путь к язычникам не ходите. Матфея 10.5. И я послан только к погибшим, овцам дома Израилева. Евангелие от Матфея 15.24. Но это сказано для увещания иудеев и привлечения их, как детей, склонных к обольщению. Так как поистине призвание язычников было предопределено от века. Ефесянам 1.12. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Толкование. Чтобы, говорит, быть нам слава Его, нам, возымевшим надежду на Христа, то есть уверовавшим во Христа, и прежде наступления будущего века, надеющимся на будущее для нас благо. Ибо слава и похвала благости Божия в том, чтобы спасти столь отчужденных. Ефесянам 1.13. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Толкование. То есть во Христе. Так как евреям говорит, говорил нам о сыне. Евреям 1.2. Называет же проповедь словом истины, в отличие от закона, бывшего прообразом и тенью, а благовествованием спасения, в отличие от закона, умерщвляющего и будущего наказания. Ибо проповедь о первом явлении призывает ко спасению, отрубав второго к наказанию. В него, в Евангелии, говорит, уверовав, или в него во Христа, то есть благодатью Христовой уверовав, запечатлены. Так что ясно, что вы жребий и удел Божий. Но иудеи запечатлены были обрезанием, как бессловесные, приняв телесную печать, а мы, как сыны Божии, и запечатлены духом, что выше плотского запечатления. Называет же его духом обетованным, или потому, что по обетованию он дан, ибо я через Иоиля Бог обетовал, и зелью от духа моего на всякую плоть. Иоиль 2.28. И Христос говорит, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Деяние 1.8. Или потому, что обетование грядущих благ Дух подтверждает. Ибо уже тем, что он испослан нам, дается уверенность в будущем. Посему и называется залогом. Послушай, что следует далее. Ефесянам 1.14. Который есть залог наследия нашего для искупления у дела его, в похвалу славы его. Толкование. Бог купил, в кавычках, нам наше спасение и дал нам пока в залог Духа, уверяя тем, что он дарует и наследие неизреченных благ. И те, которые поистине причастны Духа, каков был, например, и Павел, отсюда же разумеют, что он есть залог совершенного наследия. Посему-то Павел истинал и искал достигнуть совершенства и быть со Христом. Филиппийцам 1.23. А мы не имеем такого залога, как подобает, и не стремимся к совершенству, поскольку еще не вкусили его. Словом, удел он обозначает Божью заботливость и попечение нас. Посему он говорит, что сей залог ведет к совершенному избавлению и к полному нашему спасению. Для всего он и дарован. Ибо тогда наступит совершенная свобода, когда совсем уничтожится грех, когда святые освободятся от сожительства с грешниками и будут спасены и приобретены Богом, чтобы быть Его народом. А некоторые под уделом разумеют нас самих. И так для искупления удела, то есть нас, которые составляем достояние истяжание Божие, постоянно присовокупляет это, удостоверяя, что непременно исполнится обещанное. Ибо если бы ради нас делал, можно было бы еще сомневаться. Но теперь, когда он намерен совершить это для проявления своей благости, кто может возразить, что не сделает? Так и Писание говорит, «Со мной же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего». Псалом 108, 21. «И не нам, но имени Твоему дай славу». Псалом 113, стих 9. Ефесянам 1, 15-16. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа и Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Толкование. «Потому что вы, уверовав, приняли запечатление Духа и получили залог будущих благ и совершенного избавления и имейте получить то, что уготовано право верующим и благочестно живущим. Непрестанно благодарю за вас». Видишь ли, какое сострадательное сердце за всех приносит благодарение, как будто сам получил благодеяние. Ибо не только и к Ефесянам, но и ко всем это пишет. «Итак, хотя достойно благодарить Бога и за все другое, чего мы удостоились, но достойно благодарить и за веру верующих, потому что они так просветились, что притекли ко Христу Спасителя, отступив от Губителя». Они так просветились, вот здесь ударение-то на так, ты то ли не понимаешь, что считаешь, они так просветились, что притекли ко Христу Спасителя. Таковы свойства братолюбия, услышав о вашей вере во Христа и Иисуса, и не только о вере, но и о любви, то есть милосердном и братолюбивом расположении, и даже человеколюбивом, как простирающимся на всех, а не на одних местных святых, то есть на бедных верующих. И везде он с верой соединяет любовь, поскольку она порождает добродетельную жизнь, ибо без нее бесполезна вера. Вера без дел и жизни, равно как и жизнь без веры. Заметь, сколь многих он имеет в своем уме, сколь многих он помнил в своих молитвах, а мы и самих себя не вспоминаем, как должно. Хорошо. Ефесянам 1, 17 Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Толкование. О чем ты молишь и просишь за нас, дабы Бог умудрил вас, Бог же Господа нашего Иисуса, то есть человека, подобного нам по плоти. Отец славы, то есть даровавший нам великие и славные блага, ибо всегда на определенном основании именуют Его, как выражение Отец милосердия и Бог всякого утешения. 2 Коринфянам 1, 3 И пророк Господи крепость моя, щит мой. Псалом 17, 2, 3 Посему и здесь, так как Он даровал нам великие и славные блага, называют Его Отцом славы, то есть Божественника, ибо нельзя иначе Его называть, как самым славнейшим у нас именем. Григорий же Богослов под славой разумел божественность единородного, так что по отношению к тому же Христу Он есть Бог и Отец, по отношению ко Христу, то есть человечеству Бог, а по отношению к славе, то есть к божественности Отец. Да даст вам дар, чтобы просветиться от Духа, ибо если Дух не откроет сокровенных тайн, другим способом невозможно постигнуть их, ибо только Он, а не Ангел и не Архангел, все проницает и глубины Божии. 1 Коринфянам 2.10 Душевный человек не принимает того, что Духа Божия 1 Коринфян 2.14 Посему, когда Дух откроет нам тайны, тогда и в познании Бога мы будем и очи наши просветятся и не будем сомневаться и говорить, что невозможно то или другое, но будем видеть все как есть. Ефесянам 1.18 И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых. Толкование То есть к какому упованию мы призваны? Ясно же, что к усыновлению и к наслаждению небесными благами, и к тому, чтобы главою нашей был Христос. Но поскольку это есть будущее, то и нужно духовное откровение, чтобы узнать его. И это, как еще неизвестное, имеет нужду в откровении от Духа. Какие именно блага наследуют святые, ибо велики они, посему и называют их богатством славного наследия, то есть несказанной славой, превышающей понимание. Я не понимаю, почему так и сделают, что вот несказанное, это не высказанное, а несказанное, то есть превозносяемое выше всего. Ударение падает туда, хотя оно не литература. Несказанное слава. Вот иностранцу, как трудно приноровиться к русскому языку. А наследием это называют потому, что оно еще будет дано сынам. Ефесянам 1.19 И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, толкование, вышесказанное касалось будущего, теперь же говорит о бывшем уже, чтобы от его сего и то стало достоверно. Что же это такое? То, что говорит мы уверовали, ибо и это требует откровения, чтобы вы яснее это поняли. Итак, что же? Разве не сознавали ефесяне, что уверовали? Конечно, сознавали, но не так, как говорит теперь, ибо нелегко это знать, потому что нужна великая сила переубедить душу и отвратить от заблуждения. Такая нужная сила, каковой не требуется для воскрешения мертвого, ибо мертвых одним только словом воскрешал Господь, но иудеев не убедил даже многими речами и удивительными делами. Посему и говорит, что и для этого имеем нужду в откровении духа, дабы понять, что принятие нами веры есть дело великой силы и действия Божия. И как Христа воскресил он из мертвых, так и нас, бывших мертвыми, воздвиг от неверия. Посему и назвал это безмерным величием могущества и державной силы. Ибо когда ничего не достигли пророки и все творение и видимое, научаясь своим благоустройством и невидимое в лице наставляющих и вразумляющих ангелов, тогда неожиданно мы получили спасение. А слова воздействовал во Христе разумей сказаны о человеческой природе. Ибо восставший из мертвых есть человек, хотя и был он соединен с Богом. Ефесянам 1.20 Который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Толкование. Не сказал высоко но превыше, чтобы указать на величайшую высоту, ибо из крайней глубины он возвел на самую высоту человеческую природу во Христе. Конечно, о ней говорит как об умершей и воскрешенной, так как божественная природа действительно не умирала, не воскресала и не возвышалась, как всегда бывшая выше всякой высоты. Итак, выше всякой ангельской силы воссела прежде презренная человеческая природа. Ефесянам 1.21 Превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только всем веки но и в будущем. Толкование. Что бы то ни было говорит на небе оно ниже сего воспринятого и вознесенного и он есть всех выше. А отсюда научаемся что есть некоторые силы которых мы теперь и назвать не можем тогда же будут открыты. Ефесянам 1.22 И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви. Полкование. Что бы из слов посадив превыше ты не заключил что он получил только первую почесть он указывает что и владыка его сделал над всем и не просто подчинил но отдал в полное подчинение под ноги его о чудо и церковь посадил на том же самом троне потому что где глава там и тело слова же выше всего указывает на то что главу дал мощную которая выше всего выше ангела выше архангела Ефесянам 1.23 которое есть тело его полнота наполняющего все во всем толкование чтобы чтобы ты услышав это не подумал что именем главы называется какое-нибудь начальство и власть ибо и это значение имеет слово глава он говорит что Христос есть глава церкви как тело и так же и сродин и тесно соединен и церковь есть полнота его ибо как тело есть полнота головы восполняя ее своими членами так и церковь есть полнота Христа наполняющего все во всем ибо Христос восполняется и как бы завершается всеми членами в лице всех верующих восполняется как бы рукой в лице милостивого человека и иным способом помогающего слабым, как бы восполняется ногой в лице человека, предпринимающего путешествие ради проповеди и презревающего своих братьев, и иным членом восполняется в другом верующем, и таким образом восполняется всеми членами в лице всех верующих, то есть через посредство всех верующих, когда один одну, другую другую оказывают услугу, ибо тогда становится совершенная глава наше Христос, то есть получает совершенное тело, когда мы все вместе будем соединены и тесно связаны, Ефесянам 2,1-2, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, толкования. Выше он сказал, что Бог в нас явил ту же самую силу и действие, что и во Христе. О нем сказано, что воскресил его из мертвых и посадил его выше всех, а потом теперь говорит и о нас, и вас говорит мертвых, смертью не телесной, которая началась с Адама, но душевной, которая происходит от нас самих, смертью греха. Воскресил и воздвиг. Итак, той же самой силой и Господа воздвиг от телесной смерти, и нас от душевной смерти греха. А изменение настроения души гораздо важнее воскрешения мертвых, как и выше сказано. Мысль этого места действительно такова, но слишком растянута до слов «оживотворился Христом», так как много вставлено и есть повторения в словах «Бог богатой милостью». Итак, сказав, что они мертвы, и показав, каким образом мертвы, именно с заблуждениями и грехами, он успокаивает двояким образом, словами, в которых вы некогда жили, а не теперь, и добавлением, что вследствие порабощения дьявола вы грешили, и не от вас зависело все, а и от помощника вашего, который так сильно властвовал над вами. Вы грешили таким образом по обычаю мира сего, то есть помышляя мирском и временном, и худо пользуясь этим веком. Ибо не век сей зол, но злоупотребление им, он дан в руководителя, поскольку, будучи тленным и скороприходящим, может возбуждать нас к нетленному и неизменному, а мы, предавшись тлению и течению его, сделали его не руководителем, а противодействователем. Князем же, господствующим в воздухе, он называет дьявола, а не демиурга, как думают нечестивые манихеи. Князем называют потому, что люди сами себя подчиняли ему и более ему служат, чем Богу. Однако такая власть его существует только в этом веке и не переходит за пределы воздуха, потому что имеет место не на небе, а под небом. Посему и Павел называет его князем, господствующим в воздухе, не в том смысле, что он господствует над воздухом и распоряжается им, а потому, что он любит обитать в нем. Ибо дьявол, будучи духом, и живет в воздухе, как бы в духе, и до ныне в нем имеет власть и силу, властвую над теми, которые сами себя ему подчинили. А некоторые под князем, господствующим в воздухе, разумеют князе воздушных сил. Посему и говорят, и прибавил духа, то есть князя и властителя, всякого воздушного духа. Ибо после того, как он однажды садился к князем, он, по-видимому, не лишился власти и после своего падения, не сказал принуждающего, но действующего. Отсюда ясно, что властвует над добровольно ему подчинившимися. Ибо если бы против вашей воли господствовал, то принуждал бы. И из следующего видно, действует, говорит в сынах противления, то есть в тех, которые не повинуются Богу, а повинуются ему добровольно. Ефесянам 2.3 Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие толкования. Не этим только успокаивает их, говоря, что греховность наша происходила от дьявола, но и тем, что и сам себя и всех прочих ставил в одно с ним положение, так как никто не был безгрешен. Похотями плоти называй те, которые происходят от плотского мудрования. Что он здесь не порицает плоти, это ясно, ибо сказав, исполняя желания плоти, присовокупляет и помыслов, то есть не помышляя ни о чем духовном. Поэтому не плоть достойна осуждения, но помышление, которое влечет к страстным удовольствиям. И лишь таким образом мы оскорняем ум, помышляя злое, и плоть совершая это. А делами плоти можешь считать прелюбодеяния и тому подобное. А делам помыслов зависть, злопамятство и тому подобное. Это сказано вместо, мы оскорбляем и прогневляем Бога. И ничто другое были на самом деле, как гнев. Подобно тому, как дитя человеческое, по природе есть человек, так и мы. И как сынами гиены и сынами погибели, называется достойной того, так и чадами гнева, называется делающей достойной гнева. «Слово же по природе поставлено вместо истинно и подлинно, как и прочее, ибо никто не был свободен от гнева». Ефесянам 2.4 «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, толкование, мы делали дела достойные неумолимого гнева. Но Бог говорит не просто милостью, но и богат милостью, и любовь от многой милости, ибо иначе как бы мы, чадо гнева, удостоились любви?» Ефесянам 2.5 «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, толкование. Здесь окончание прежде начатой мысли, а прочая все вставка. Опять Христос, посредник, и дело достойное доверия, ибо если начаток первенец жив, то и мы живы, так как Бог оживотворил его в нас, его в действии, а нас в силе теперь, а немного после и в действии. Вот необычное величие силы его, именно, что он мертвых, сынов гнева, оживотворил. В этом упование нашего звания. С глубоким душевным потрясением он высказал это, изумляясь неизреченному дару Божию. Ибо не трудом и не собственными делами, говорит, вы спасены, но только благодатью. Ибо что касается дел, вы достойны были наказания и гнева. Ефесянам 2.6. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Толкование. Как потому, что начаток и глава Христос, говорю, воскрешен, и нас через него Бог воскресил, точно таким же образом. Если глава сидит, сидит вместе и все тело. Посему говорит, во Христе Иисусе, то есть потому, что Он восседает, и мы восседаем. Или же воскресил с ним. Должно понимать не воскрешение, но оживотворение через крещение. Как же после этого посадил? Если терпим. Говорит, с ним и царствовать будем. 2 Тимофея 2.12. И Христос говорит, сядете на двенадцати престолах. Матфея 19.28. И в другом месте. И дать сесть у меня по правую сторону, и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Марка 10.40. Итак, это уже уготовано. Ефесянам 2.7. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Толкование. Чтобы кто-нибудь не усомнился в сказанном, он старается сделать речь более убедительной, говоря, если не ради любви к вам, к нам, то по крайней мере из-за желания явить свою благость, непременно это исполнит. Теперь многие не верят всему. В будущем же веке все узнают, что нам Бог даровал, видят святых в неизреченной славе. Что же касается выражения во Христе Иисусе, оно значит не ко Христу одному, а относится сие, но через Него перейдет и на вас, как от начала ко всему. С Ним оживем, с Ним и воссядем. Так говорит великий Иоанн Златоуст в толковании на этот отрывок. А в толковании на Евангелие от Матфея говорит, что никто не воссядет тогда. Подлинно нужен дар духа и откровения, чтобы уразуметь глубину этих тайн. Ибо если бы премудрый учитель Иоанн не сказал ясно, что мы будем посажены, то иной мог бы сказать, что во Христе мы уже сидим, равно как и то, что во Христе мы удостаиваемся поклонения от ангелов. Ибо не мы лично удостаиваемся поклонения, но так как наше естество, соединенное с Богом, словом, приемлет поклонение, то и на нас переходит эта честь. В этом смысле говорит теперь, что и мы воссядем. Ефесянам 2.7. Ибо благодатью вы спасены через веру, и в сиене от вас Божий дар. Толкование. Сказав о том, что касается Бога, именно, что мы спасены благодатью, присовокупляет и то, что принадлежит нам через веру, чтобы не нарушить свободы воли. Снова как бы уничтожает это, говоря, что и вера это не от нас. Потому что, если бы он не пришел, если бы не призвал, мы и не последовали бы. Как веровать говорит в того, о ком не слышали? Римлянам 10.14. Так что и вера дар Божий. Или же иначе, не веру называют даром Божиим, а спасение через веру. Вот что есть дар Божий. Ибо пусть вера и наша, но как бы она одна могла спасти? Если бы Бог не благоволил принимать нас ради ее, чтобы не совсем быть нам безучастными в деле нашего спасения, но являться приносящими нечто и от себя. Все. Слава Христа. 66.